В Чебоксарах появился автобус «Милосердие». Представители Русской Православной Церкви передали Чувашии, Чувашской Митрополии, специальный транспорт. Сегодня он отправился в свой первый рейс. В конечном пункте назначения его ждали десятки людей. В автобусе проехал наш корреспондент Лидия Галакзелонова. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Он помогал в обслуживании людей без определенного места жительства. В Чебоксарах есть замечательные люди, которые имеют минимальные ресурсы, а не какое-то телослужение. И теперь я очень надеюсь, что имея этот автобус, вот этот замечательный автобус, в эту службу придут и новые волонтеры, и может какие-то спонсоры найдутся, чтобы помощь бездомным была поставлена на качественно новый уровень. Такое полезное приобретение организаторы решили использовать по максимуму. Кроме питания планируют оказывать и медицинскую помощь. Автобус будет работать как мобильный фельдшерский пункт. Амбулаторный прием будет. Затем, если необходимость возникнет, то опять же транспортировка больных, допустим, бездомных, в центр социальной защиты, у нас здесь есть республиканский центр, в медицинское учреждение. Опять же, если мы, врач посчитает нужным, его госпитализировать. Нисколько не мешкая, волонтеры в рейс выехали сразу же. Заглянули в храм Воскресения Господня, где взяли термосы с едой, и отправились туда, где их очень ждут по вторникам и субботам, на площадку между рынком Шупашкар и баней номер два. Подопечные помогают с разгрузкой и выстраиваются в очередь. Бывает, в столовой под открытым небом собираются по сто человек. Но сначала молитва. Все привыкли, и заведенный порядок уважают. Христос воскресе из мертвых, смертью смеет поправ, в исущем грабе живут даром. Еда простая, но горячая и сытная. Сегодня на обед суп, гречка с мясом и компот. Готовят много, чтобы на всех хватило. Можно попросить и добавки. Хорошо, нормально, вкусно. Побежать не дают. Я редко бываю здесь. Только так, в некоторых случаях, когда в доме есть нечего. Некоторые из них ночуют в подвалах, люках, на крышах. И так не один год. А потому забота и поддержка для многих – это действительно вопрос жизни и смерти. Новость о том, что приехал врач, разлетелась быстро. Врач принимает в самом оплопусе. Вначале осторожно. Затем смелее люди показывают свои болячки. Отец Михаил, врач по профессии, называет себя первооткрывателем. Говорит, предполагал, что нуждающиеся в медицинской помощи будут. Но не думал, что столько. Из них, говорит, единицы обращаются в больницы. Вот и сейчас ноги взяли лекарства, и, скорее всего, на этом дело закончится. Православные врачи как минимум раз в неделю намерены осматривать таких пациентов и просят помочь неравнодушных медикаментами и деньгами. Лидия Галаксёна, Виктор Степанов, Вести Чувашея.